итак добрый день гостям подписчикам моего канала сегодня мы находимся в разделе поплавочная удочка все что с ней связано или мастерская его сегодня я поговорю как сделать хитрый поплавок снасть хитрый поплавок которая выловит всю всю рыбу в нашем озере очень хороший очень чувствительный снасть или как называют это поплавок кивок и давайте рассмотрим поближе я все вам покажу и расскажу ну и так посмотрите нам понадобится одна пробка я сразу покрасил и вот таким вот лаком я снимал обзор лак три кита который быстро сохнет рыболовной пробочка обычно из под шампанского далее нам понадобится вот такой вот материал это тип как жесткий пенопласт я тоже вырезал вырезал из этого жестко пенопласта кусочек вот такой вот небольшой это как будет сигнализатор и здесь посмотрите сразу надфилем сделал отверстие здесь будет проходить леска далее груза нам понадобится грузила грузила вот такие как по типу оливки и такие обычные свинцовые дробинки далее мормышка и давайте начнем и кембрики я вам покажу здесь мы берем такую вот медную толстую проволоку проволоку абсолютно мы можем взять любых размеров у меня эта проволока посмотрите она где-то 19 сантиметров здесь посмотрите делаем отверстие слегка надфилем тоже обрабатываем посмотрите засовываем нашу проволоку засовываем нашу проволоку вот эту вот пробку чтобы наши пробуем пробочка наш проб ходил туда-сюда потому что мы еще будем настраивать наш поплавок далее посмотрите здесь груз 7 грамм вы сами выбирайте побольше поменьше сразу можете вот подсадишь и меня затягивает посмотрите примерно я груз знаю какой и здесь мы просто зажимаем наш груз в нашей проволоку посмотрите здесь надежно уже груз не слазит далее здесь посмотрите сразу мы начнем проделим ветку нашу пробку продели нас нашу саму проволоку проволока должна свободно ходить но не свободно так с натягом что можно было регулировать вот эта часть идет как поплавочной нашей удочки а вот эта вот часть уже будет идти на к нашей нашей мормышки далее отрезаем кембрик тоже надеваем здесь посмотрите тоже кембрик пропускаем через леску вот так вот надели получилось посмотреть такая конструкция то есть груз мы зафиксировали здесь через пробку у нас прошла леска далее идет наш кембрик дальше сюда мы наденем нашу это такой вот материал из такого жесткого пенопласта здесь сразу есть отверстие для лески и этот же пенопласт мы проклеим и проводим я вам показывал отдельно 2 есть отверстие у нас здесь под леску специально над фильме подточил все посмотрите сам наш поплавок готов хитрый поплавок далее здесь посмотрите монтаж идет к леске здесь и отрезал леску потому что уже буду показывать на поплавке далее будем мы отгружать отгружаем дробинками надеваем дробинки по дробиночки и смотрим ну и посмотрите получается вот такой вот у нас поплавок кивок здесь мы тоже выставляем вот эту пробочку то есть чтоб у нас он в рабочем положении вот где-то вот настолько на сантиметров 10 он у нас начинает работать смысл в том что посмотрите полная конструкция ведь стоячий положение вот такой здесь я отгрузил две дробинки далее идет подпасок и далее идет мормышка смысл в том что сам вот этот груз находится у нас на небольшом есть на не на глубине то есть где-то мы выставляем 10 сантиметров от дна далее подпасок и мормышка могут уходить дальше это нужно чтобы не сносило этот поплавок и посмотрите при поклевке будет поклевка наш кивок будет наклоняться если будет идти вниз если рыба поднимет это все наверх наш кивок будет подниматься кивок достаточно такой чувствительный и что хочу обязательно надо установить подпасок и мормышку чтобы подпасок за что-то цеплялся закид траву за водоросли что поплавок этот стоял на месте поплавок сделал по конструкции весы это обычные весы то здесь вес и противовес вот две дробинки то есть элементарно конечно сильно ветре он будет работать достаточно плохо но если будет небольшой какой-то ветер самое главное настроить глубину выбрать то место где у нас будет оптимальная глубина найти где-то 10 сантиметров наш груз будет не на дне сам главный и подпасок будет с мормышкой ложится уже на дно вот такого классный поплавок его хитрый что хочу сказать тут надо просто поэкспериментировать делают абсолютно из чего угодно эти поплавки и кивки из подручных материалов которые у вас есть в наличии то есть это же с грузами надо поэкспериментировать вам немножко так поплавок очень перспективный то есть можно поэкспериментировать на водоеме что хочу сказать отлично ловится он в камышах говорит самый главный подпасок и мормышка что подпасок мормышка были обязательно на дне а сам груз уже был уже на каком-то на десяти сантиметрах например от 1 или больше чтоб уже и при малейшей поклевки можно выше этот груз выставить самое главное чтобы подпаски мормышка были на дне то есть при сильном ветре кто бы что не говорил конечно это поплавок будет неэффективный потому что если совсем сильный ветер поднимется его будут сносить обычно это поплавки бывает сносит если даже на дне там груз не говоря об этом чувствительном поплавки вот такой вот хитрый поплавок тогда снасть достаточно эффективно и на самую малейшую поклевку он очень чувствительно реагирует и так пишите в комментариях у кого тоже есть такой поплавок я буду очень рад на сегодня все всем кого понравилось как всегда подписываемся ставим лайки также подписываемся на мой инстаграм и моя группа рыбалки кулинарии вконтакте ссылочки будут в описании всем пока